В это трудно поверить, но частые простуды, головные боли, сыпь, перхоть, либо даже снижение либидо, а также ухудшение настроения, зачастую являются следствием паразитов в нашем организме. Причем иногда вывести их не так-то и просто. Поэтому диетологи рекомендуют всем людям регулярно употреблять продукты, которые способствуют профилактике и лечению гельминтоза, то есть поражению паразитическими червями. И неоспоримый плюс этого подхода, что эти продукты доступны, их всегда можно добавить в наш рацион. В этом видео я собрал ту еду, которую необходимо добавить, чтобы никакие гельминты нам не грозили. Досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, погнали. Итак, кто такие гельминты? Это многоклеточные организмы, которых попросту называют глистами. На самом деле известно уже более сотни видов гельминтов. Жить они в нашем теле могут годами, забирая из него ресурсы и отравляя наше тело продуктами своей жизнедеятельности. Есть подсчеты ученых, которые говорят, что около 3 миллиардов людей на нашей планете страдают гельминтозом. То есть это практически каждый второй. И предвосхищая ваш вопрос, не все из них живут в Африке. Далеко не все живут из них в бедных странах. Есть также распространенное заблуждение, то что гельминты живут только в кишечнике. Но на самом деле это не так. Они могут жить себе спокойно и в крови, и в легких, и в печени, и в мышцах, и в глазах, да даже в головном мозге. И самый коварный момент, это что люди зачастую их не замечают, покуда симптомы не обретают критический характер. А симптомов на самом деле может быть очень много. Это и расстройство пищеварения, повышенное газообразование, тошнота, боли в желудке. Это и зуд вокруг глаз, и потеря аппетита. Это может быть даже и кашель, и анемия, боли в мышцах, бессонница, проблемы с настроением, повышенная утомляемость. В общем, чего только от этих гельминтов не бывает. Откуда они возникают? Наиболее распространенный путь – это нечистые руки. Ну, либо нечистые овощи и фрукты, грязная еда, термически необработанное мясо, либо нечистая вода. Так что первонаперво для профилактики гельминтов все-таки нужно, конечно же, мыть руки, есть чистую обработанную еду и пить чистую воду. Но помимо этого, также специалисты рекомендуют и обратить особое внимание на наш рацион питания. Потому что некоторые продукты по силе воздействия против гельминтов вполне себе сравнимы даже с лекарственными препаратами. То есть мы должны употреблять такие продукты, которые будут содержать в себе клетчатку. А клетчатка – это, условно говоря, чистящее средство, которое промывает наш кишечник и способствует выведению из него и паразитов в том числе, и любых остатков пищи. Также продукты с содержанием витамина А – этот витамин помогает снижать восприимчивость к паразитам. Продукты с содержанием цинка и витамина С – они влияют на работу нашего иммунитета, улучшают работу ЖКТ и снижают восприимчивость организма к паразитам тоже. И пробиотики – оздоравливающий наш кишечник. Так вот, какие это продукты? Номер один – это чеснок. Про силу чеснока против бактерий и паразитов говорят давно, и это правда. Вы можете либо для профилактики употреблять чеснок, либо разово съесть несколько зубчиков сразу, запив их молоком. Следующий чудо-продукт – это тыквенные семечки. Проще всего купить в супермаркете уже очищенные, потому что я их употребляю, например, каждый день, и всякий раз их чистить – это весьма нудное занятие. Сейчас уже вполне себе продаются очищенные. Просто берешь горсть, либо ложку, и употребляешь дневную порцию. Третий очень эффективный продукт – это ананас. Стоит сказать, что это должен быть спелый ананас, не консервированный из банки. Ананас прекрасно справляется с глистами. Все дело в том, что в нем есть такое вещество, как бромелайн. И он очень здорово очищает наше тело от ленточных червей. Он формирует неблагоприятное окружение для гельминтов, поскольку они не переносят это вещество.